Такое ощущение, что мировые мультипликационные студии сговорились и решили, что лето 2017 года должно быть жарким во всех смыслах, иначе как объяснить невероятное количество мультфильмов, так неожиданно заполнивших анимационную афишу текущего фруктово-ягодного сезона? Не подумайте, что мы жалуемся, просто несмотря на огромное желание посетить все предстоящие картины, осуществить это не всегда под силу, как в физическом, так и в материальном плане. Поэтому предлагаем посмотреть наш обзор на один из ожидаемых мультфильмов этого лета, и сделать вывод, стоит ли идти на премьеру в кинотеатр, или можно дождаться выхода картины в общем доступе. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, а мы переходим к теме нашего обсуждения, мультфильму под названием Bigfoot младший, официальный показ которого состоится в России в начале августа. Первое и самое неприятное, трейлер слил практически весь сюжет, но скажите, разве нельзя было добавить хоть каплю интриги в рекламный ролик? Вместо этого, содержание мультфильма, который по предварительным данным будет длиться полтора часа, с успехом осветили в двухминутной короткометражке. Итак, один из главных персонажей приключенческой анимации, подросток Адам, отправляется на поиски своего отца, который все это время прятался глубоко в лесу. А все потому, что в его ДНК находится ген снежного человека. Каким образом мужчина унаследовал его, в трейлере, к счастью, не рассказали. Но несмотря на ряд преимуществ, возникших благодаря мутации, над героем и его семьей нависла огромная опасность в лице корпорации, которая проводит ужасные опыты над аномальными существами. Поэтому глава семейства принимает решение исчезнуть из жизни жены и маленького сына. Кстати, вам не кажется, что Bigfoot старший, как две капли воды, похож на актера Андрея Носкова, известного по сериалам «Кто в доме хозяин» и «Моя прекрасная няня». Если согласны, ставьте лайк, а мы возвращаемся к описанию видео. Дня пропажи вышеназванного персонажа проходит много лет. Его сын уже достаточно взрослый парень. Окруженный любовью и заботой матери, живет и не знает проблем. Вот только частая необходимость постригать волосы и покупать обувь на размер больше доставляет некоторое неудобство. Но ведь это свойственно многим мальчишкам в период взросления. Или причина кроется в другом. С каждым днем Адама мучает все больше вопросов. И однажды, обнаружив в доме коробку с какими-то секретными записями, он получает на них ответы. В принципе, положа руку на сердце, нужно признать, что сценарий неплох и для единичного просмотра картина подходит идеально. Кроме этого, мультфильм универсален в жанровом плане. Ведь он вобрал в себя черты и драмы, и романтической истории, и приключенческой комедии, и захватывающего боевика. Таким образом, мультфильм наверняка будет интересен как сильной, так и прекрасной половине человечества. Но если вы гонитесь за крутыми спецэффектами, качественной графикой и качающими саундтреками, то ничего из вышеперечисленного вы здесь не найдете. Чтобы это понять, достаточно ли взглянуть на бюджет мультфильма? Баснословная для обычного человека сумма в 30 миллионов долларов на самом деле ничтожно мала по меркам кинематографа. Смотреть или не смотреть данный мультфильм решать вам. Но если сравнить данное произведение с многими другими дешевыми работами, то история о снежном человеке займет в рейтинге популярности хоть и не первое, но явно не последнее место. Вот и все. Это был наш обзор на предстоящую анимационную картину под названием «Бигфут». Если вам понравилось видео данного формата, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А с вами был Никлас. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok